Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас оказать содействие в решении вопроса затянувшейся реконструкции спортивной школы Олимпийского резерва Пушкинского района города Санкт-Петербурга. В 2015 году город выделил деньги на реконструкцию. Проект разработан и утвержден в инженерных ведомствах города. В июле 2017 года заключен государственный контракт с подрядчиком. В августе 2017 года школа в авральном режиме освободила здание. Реконструкция должна была завершиться в декабре 2018 года. Прошло уже 10 месяцев, а работа так и не началась. Оказалось, что в 2016 году были внесены изменения в закон Санкт-Петербурга по использованию земельного участка именно нашей школы. По проекту высота школы 18 метров, а по новому закону не должна превышать 12 метров. Разрешение на строительство нам не дали. Застройка нашего микрорайона началась в 60-70-х годах. Вокруг школы 6-9-этажные жилые дома. Тогда население Пушкина было 50 тысяч, сейчас уже более 200. Это единственная спортивная школа в Пушкине. Нарушать закон нельзя. Внести изменения в закон 3 года. И снова нужно будет найти источник финансирования. Это еще минимум 3 года. Плюс строительство 2 года, итого 8 лет. Вот чиновники и думают 10 месяцев, что делать. А в это время 900 детей спортсменов скитаются по залам Санкт-Петербурга, которые находятся в 30-50 километрах от Пушкина. В школе 4 отделения олимпийских видов спорта. Мы представители отделения спортивной гимнастики, которая является одним из лучших в России. Имеет чемпионов и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В данный момент серебряный призер чемпионата мира 2017 года, кандидат на участие в Олимпийских играх 2020 года, Еремина Елена не может тренироваться дома, так как павильон, который арендует школу за 1 миллион 300 тысяч рублей в месяц из кармана налогоплательщиков в спор-форуме не соответствует современным требованиям. Он травмоопасный. И освобождать его надо на время проведения форумов на 2 месяца. При этом все снаряды убираются, а затем расставляются за ногу. После 3-4 таких перестановок оборудование можно выбросить, и мы останемся еще и без снарядов. Выбора нет. В Санкт-Петербурге нет ни одного стандартного современного женского гимнастического зала. Все ютятся в помещениях в 60-х годах. И один мужской зал, который не может вместить всех желающих 5-миллионного города. На прошедшей в мае спартакиаде среди молодежи сборная команда Санкт-Петербурга заняла общекомандное первое место. Из 6 спортсменов трое представляет Пушкинскую спортивную школу. Администрации и чиновники Санкт-Петербурга ревностно охраняют старые объекты и территории культурного наследия. А достояние и достижение живых граждан страны, спортсменов, которые защищают честь и приносят славу не только Санкт-Петербургу, но и России, поддерживать не хотят. Легче закрыть школу, используя бюрократические ловушки, чем исправить свои ошибки. За последние 15 лет в Санкт-Петербурге закрылись 9 гимнастических залов. 8 лет без школы – это 8 загубленных поколений спортсменов, карьера которых закончится так и не начавшим. То же самое можно сказать и о тех, кто уже в числе воспитанников школы. Владимир Владимирович, нужна ли стране школа Олимпийского резерва? И если так, сможете ли вы срочно помочь нашим чиновникам исправить свои ошибки? Мы хотим тренироваться!